Для мальчиков и девочек портфели, тетради и ручки. На школьном базаре есть все, что нужно. Предлагаю узнать, как изменились цены по сравнению с прошлым годом. До первого звонка осталось всего ничего, а список покупок к новому учебному году становится все больше. Гульмира Мусаева подбирает сыну подходящую рубашку. Выбор большой, разбегаются глаза, мелькают ценники. Пошла на рынок покупать вещи сыночку. Вот, Энверу 9 лет. Цены увеличились на рубашки, на костюмы спортивные. Наконец, ребенок одет и обут. От внешнего вида переходим к выбору школьных принадлежностей. Пестрое разнообразие концтоваров, начиная от карандашей и заканчивая книгами, манит покупателей. Но всем ли оно по карману? Вот карандаши. Сейчас они у нас стоят 200 рублей. В том году они стоили 150. Ну, это маленький такой пример. Гуашь сейчас стоит 280, а была 240. Ну, то есть, карандаши были по 10, сейчас они уже минимум по 15. Для того, чтобы родителям собрать в первый класс ребенка, минимум надо 8-10 тысяч, а то и 15. Эксперты Крымстата сравнили изменения цен на 20 товаров, традиционно входящих в набор школьника. В среднем цена выросла на 4%. В среднем где-то для мальчиков в республике собрать стоит 18,5 тысяч рублей, а девочек на 3 тысячи дороже. Это 21,5 тысяча рублей. Набор для мальчиков в 2020 году стоил 17,7 тысяч рублей, а для девочек 20,7 тысяч рублей. В Крымстате пояснили, основная причина подорожания – инфляция. На школьные ярмарки родители смогут приобрести все необходимые вещи до 3 сентября.